На территории Украины проходит специальная военная операция. В связи с этим экономика России испытывает колоссальное давление со стороны Запада. В лицее номер 45 прошел всероссийский открытый урок «Антироссийские санкции». В ульяновских школах, колледжах, техникумах и вузах продолжают проходить тематические уроки, на которых ведется открытый диалог с детьми на сложные, но значимые темы. В 10-м классе лицея при УЛГТУ номер 45 ученикам рассказали о том, как российская экономика отреагировала на санкции со стороны Запада. Цель урока – показать возможность России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономику, дать представление о направлениях антисанкционной политики в Российской Федерации. Школьники, во-первых, не очень разбираются в ситуации. И вот этот урок позволил разобраться в том, что такое антисанкционная политика, что такое импортное смещение. Ну и, зная эти понятия, разбираясь в них, они, естественно, могут сделать выводы об экономической ситуации в нашей стране. Самые главные выводы, которые старшеклассники сделали на уроке – это понимание того, что у нас в стране все хорошо, есть перспектива и будущее не только для экономики, но и для страны в целом. Станислав Жуков понял, что отрасль российского автомобилестроения сегодня развивается активными темпами, и именно в этой сфере он хочет работать в будущем. Наша экономика, на самом деле, довольно хорошо справляется с тем, чтобы замещать иностранные товары на русские. И, оказывается, это происходит не только с момента 2014 года и первых санкций против России, но и с самого образования русского государства. Ученица 10-го А Диана Погребня сегодня мечтает стать хореографом. Однако девушка пристально следит за экономической ситуацией в стране. Десятиклассница принимала активное участие в уроке по антироссийским экономическим санкциям, получив много интересной и ценной информации, которая ей обязательно пригодится в жизни. Главная мысль, с которой я уйду с этого урока, это будет то, что мне очень приятно, что наша страна в будущем, возможно, даже будет полностью независима от западных стран, от вообще, в принципе, всего мира, и сможет автономно существовать. Подобные уроки проходят во всех учебных заведениях Ульяновской области. Учителя ведут открытый диалог с детьми на сложные, но значимые темы, в числе которых герои нашего времени, братство народов, взрослый разговор о мире, защитники мира и антироссийские санкции. Такие уроки помогают старшеклассникам разобраться в том, как отличить правду от лжи в потоке информации. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.